ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения ЗАПАДНАЯ Армения Армен Акабрамян выступил в Большом Зале с речью, в которой говорилось следующее. «Господин президент, от имени армянского народа Западной Армении, переживших геноцид армян, мы приветствуем вас и выражаем нашу глубокую признательность по случаю столетия Сербского договора, подписанного 10 августа 1920 года. После окончания Первой мировой войны в 1920 году победившие союзники подписали в Севре Международный мирный договор, статьи 88, 93 которого, среди прочего, касающиеся Армении, имеют обязательную юридическую силу для Турции. Той Турции, которая являлась участницей договора и которая однажды признала независимость Армении. Позже позволила президенту США Будро Уильсоном подписать арбитражное решение 22 ноября 1920 года, официально определяющие границы Турции с Западной Арменией. Сегодня исполняется 100 лет многостороннему договору, подписанному более чем 21 государством, ратификация которого не ограничена никакими сроками. После вступления в силу Лозаннского договора в 1923 году 6 августа 1924 года в соответствии со статьями 16.25 этого договора, Турция отказалась от всех территорий, не признанных турецким суверенитетом, в частности, включая Западную Армению, известную как Уилсоновская. Сегодня Турция захватила территории, принадлежащие Западной Армении, в стране, ратифицировавшейся Евский мирный договор 24 июня 2016 года. Мы ждем вашего активного посредничества в этом вопросе, надеемся, что ваша страна сделает все возможное, чтобы Турция прекратила оккупацию армянских территорий. От имени армянского народа Западной Армении и наших властей мы еще раз выражаем огромную благодарность вашему государству. С уважением, Армен Акапрамян, президент Республики Западной Армении. В зале также выступил депутат Национального собрания Басам Тахан. После технического перерыва участники мероприятия продолжили церемонию, начавшуюся во дворе возле Хачкара в памяти о геноциде армян. Выступили члены Национального совета Западной Армении госпожа Лидия Маркусиан, председатель Национального собрания Леонарда Басмаджан. Подводя итоги мероприятия, участники исполнили гимн Западной Армении за артель Лао Мернемкези. Полная версия мероприятия скоро будет доступна на нашем сайте, также на YouTube-канале. Авторитетная сирийская газета «Аль Азменнах» опубликовала эксклюзивное интервью президента Республики Армении Армена Саркисяна. Об этом Армен Пресс сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента Республики Армении. Отрывок из интервью. Сербский договор по своему характеру был мирным договором, и в этом отношении он действительно мог коренным образом решить одну из наиболее запутанных проблем нашего региона – армянский вопрос. Сербскому договору предшествовала первая конференция, состоявшаяся в феврале-апреле 1920 года в Лондоне, на которой было принято политическое решение о том, что следует создать единое армянское государство. При этом в качестве основы армянской государственности была признана Республика Армения, которая 19 января 1920 года уже была де-факто признана Парижской конференцией, и к ней должны были быть присоединены некоторые территории Западной Армении, находившиеся под владычеством Османской империи. Сербским мирным договором Турция признала Армению как свободное независимое государство. Турция и Армения договаривались оставить делимитацию границы между двумя государствами в Эрзрумской, Трапезунской, Ванской и Бетлийской провинциях на усмотрение США на арбитражное решение президента Уидра Уилсона. Столетие этого решения исполняется 22 ноября этого года, и признать как его решение непосредственно, так и все предложения о представлении Армении выхода к морю и демилитаризации всех османских территорий, прилегающих к указанной границе. Полное интервью вы можете прочитать на сайте Арменпресс. В городе Аданаке Ликий произошло землетрясение магнитудой в 3,8. Об этом передает тренд. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 7.29 утра по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 32,66 километра. Землетрясение затронуло провинцию Адана. По предварительной информации, человеческих и материальных потерь нет. Синие озера, зеленый луга и красочные цветы в районе Уваджик, в регионе Тунжели и в Западной Армении привлекают внимание любителей природы, особенно в летние месяцы. Расположенный в горах Марджана и Уваджики на высоте около 3100 метров, озеро Катыр привлекает внимание своей уникальной природой и девственной красотой. Любители природы купаются в прохладной воде озера, даже когда его температура колеблется от 10 до 20 градусов. Насладившись отдыхом на озерах, которые считаются чудесами природы, на обратном пути посетители поднимаются в гору, чтобы увидеть панораму пяти озер. Со смотровой площадки можно одновременно сфотографировать все озера в одном кадре. Торжественная церемония присвоения трансокеанскому танкеру имени выдающегося армянского и советского композитора, народного артиста СССР Арноба Паджаняна состоялась накануне во Владивостоке. Мероприятие прошло в преддверии столетия со дня рождения композитора во Владивостокском морском торговом порту. Выступая на торжественной церемонии, посол Республики Армения в Российской Федерации Вартан Туганян поблагодарил авторов инициативы, посвященной памяти выдающегося композитора. Глава ДИП-представительства отметил, что Арноба Паджаняна в наши дни остается символом армянно-российской дружбы. Его музыкальное наследие является культурным достоянием народов Армении, России и других бывших советских республик. Пятый концертный сезон Международного музыкального фестиваля «Опус» пройдет в режиме онлайн. Проект пройдет в августе-сентябре 2020 года и включает обширную культурную программу – концерты, видео, лекции, интервью с участием армянских и зарубежных артистов. Как сообщает Армен Пресс, специальным гостем фестиваля является Мюнхенский государственный камерный оркестр под управлением Клеменса Шульта. Концерт оркестра и ряд других мероприятий фестиваля посвящен 250-летию Людвига Ивана Петховена. Фестиваль проводится Международной ассоциацией «Арт-концепт» при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Ануши Степаня. Музыка Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!